Всех приветствую! Представляю магазин, где можно купить хорошие замки. Что самое главное, можно купить в этом магазине даже без предоплаты. То есть можно купить наложенным платежом, то есть реально можно получить пункти выдачи, соответственно, транспортной компании и, соответственно, заплатить при получении. Что не может похвастаться не каждый интернет-магазин подобного типа. Здесь есть большой выбор замков, фурнитуры для замков и довольно хорошие замки. Ну какие замки я могу рекомендовать? Ну, фрезные замки. Ну, допустим, самые хорошие российские – это Керберос, который, кстати, в небольших городах купить практически невозможно. Вот, допустим, Керберос 9. Вот такой замок. Один из самых лучших замков, считается, на российском рынке. Скрыть такой замок очень сложно. Если деньги не жалко, можете купить вот такой замочек. Вот такого типа. Стоит он 6490 рублей. Ну, это, конечно, не для всех, конечно, такой смысл замка. Можно и подешевле купить. Ну, допустим, взять вот… Есть 003, но у него защитная бронекрышка нету. Нету, как правило, как разумеется, сечной сувальды здесь нету, в отличие от девятки. Тем не менее, замок тоже неплохой. Стоит 2,5 плюс доставка. В принципе, я считаю, один из самых низких цен в этом магазине. И большой очень выбор. Еще вот это очень хорошее. Это вот компания Polyvector. Polyvector вот это вот. Это Barrier Premier. Вот этот замок тоже не хуже Кервероса. Даже может быть и лучше. Такой тоже стоит 6490 рублей. Тоже один из самых лучших замков. На сегодняшний день считается отмычками абсолютно не вскрываем. За счет редуктора. Потому что с методом самоимпрессии замок этот практически не вскрываем. Если только разрушающим методом. То есть, его можно только, соответственно, сломать. Но проще дверь высверлить, по-моему, чем этот замок. То есть, этот замок, они из лучших тоже. Если хотите покупать, покупайте вот такой замок. Так. Еще могу посоветовать, ну, допустим, Гардиан. Так. Гардиан. Который я показывал на своем канале. 50-я серия. Сейчас посмотрим. Так, так, так. 30-я. 30-01. Так, так, так. Где-то он был здесь. Как назло, не найду. Так. Где же он? Так, вот нашел. Вот 50-01. Считается один из, так называемых, народных замков. Аналогов за такие деньги, за 980 рублей, его практически не найдете. Таких замков с такими защитами, как противосверливание, ну, конечно, не спецсверлом. Тем не менее, тут броненакладка есть. Это очень хорошо. Бронепластины, точнее. Очень хороший замок для бюджетки. Самый лучший замок, я считаю, из бюджетной серии. Найти подобный замок по ценовой категории 1000 рублей, ну, практически не найдется. Еще, фактически, есть еще замки 50-й серии, вот это вот аналоги. Вот 50-11. 50-11, это вариант с ручкой. Ну, конечно, в комплекте ручки нет. Ее придется покупать отдельно. Самая главная, 50-я серия Гордианов, имеется вот такая вот втулочка. Втулка защищает метод самоимпрессии. К сожалению, втулка, как я показывал на своем канале, она изготовлена из силумина. Вот эта вот пластина, она магнцевая, она не сверлится. Вот эта втулка легко рассверливается, и злоумышленник может спокойно ее высверлить, либо фрезу какую-нибудь вставить, или что, ну, и потом, соответственно, отмычками открыть. Вот это недостаток. Я вот не знаю, почему конструктора эту втулку не закалили, как вот эту вот, я вот это не знаю. Тем не менее, замок, я считаю, один из лучших, из самых дешевых. Поэтому, причем, в интернете этот замок очень известный. В принципе, его никто, в принципе, не обвиняет, что он плохой. Поэтому вот это 50-15. 50-15, то есть, Гордиан, он 1350 подорожь, конечно, но он имеет тут задвижка, то есть, и, соответственно, ручка. С ручкой и задвижкой. Вариант с задвижкой. Вот такой вот он тип. Самое главное, что в этом магазине можно купить без предоплаты. Я имею в виду наложенным платежом через компанию, транспортную компанию СДЭК. Вот я заказывал замок, мне он дошел за 4 дня всего. Заказал, выбрал компанию СДЭК, потом выбрал оплату наложенным платежом. Стоимость доставки мне обошелся в 30-70 рублей. Имейте в виду, что за доставку он еще отдельно будет платить. Ну, 30-70 рублей для меня немного. Ну, в принципе, в среднем я смотрел от 300 до 500 рублей доставка. Поэтому, в случае, если вам интересуется несколько замков, сначала выберите нужные замки, потом, соответственно, закажите. В компании, разумеется, здесь очень много, довольно очень большой выбор замков. Соответственно, можете выбрать. Так, какие еще есть? Ну, вот Эльбор, ну, Эльбор я могу только советовать. Эльбор Сапфир, по-моему. Так, Эльбор Сири Базаль. Так, где он? Вот он. Вот Эльбор Сапфир. 1.09551. У него тоже есть марганцинговая защита. Стоит он 3000 рублей. Цена, в принципе, средненькая. Вот такого типа он. Тоже хороший замок. Но недостаток в том, что слишком он здоровый и сделан слишком грубо. Здесь вот, видите, защитная пластина. Он очень большой и грубоватый. Я такой замок видел, но, тем не менее, защитные свойства у него есть. Кстати, вот здесь вот закаленная есть марганцинная вставка для защиты от перепиливания. Вот здесь вот есть. Тоже хороший замок. Вот из врезных замков я могу рекомендовать вот такие. Остальные серии Эльборы брать не советую, потому что они не особо... Их скрывают легко. Так, что еще касается Гардиан. 21 серия Хвалёна 4. Они вот эти вот, эти Гардиан, вот эти с ротором так называемые, они уязвимы. Против самоимпрессии оказывается. Я, конечно, не знаю, правда. Видел на видео то, что там человек вставлял самоимпрессию на отмычку. И, соответственно, даже шуруповер там открывал замок. Не знаю, правда, нет. Но, тем не менее, такой замок, конечно, не особо, конечно. И пять всего только... Пять сувальд, это я считаю, для такого замка... Ну, не знаю. Смотрите сами. Можете такой 21-14 взять. Это четвертого класса. Так тоже можно, в принципе, советовать. Но я не знаю. Судя отмычками, он... Можете 25 с этой сувальдной комбинированной с этим. Ну, здесь нету, как видите, защитной пластины. То есть, втулки нет. Поэтому такой замок я не знаю. Поэтому Гордианы 21-25 серии, в принципе, я не особо рекомендую. Потому что неизвестно чего. Так. Ну, из-за вреза... Посмотрим сейчас... Так, накладные замки. Вот накладной замок, я вот считаю, неплохой. Я сейчас покажу. Так, поливектор. Вот выбираете. Вот, допустим, барьер каре. Очень неплохой замок. Так. Четвертый класс. Стоит он, извините, смешную цену. Все. 2320 рублей. Дешевле, по-моему, вы не найдете. В комплекте вот такие вот... Даже декоративные ручечка, ключи. И это. К нему еще можно купить... Вот прилагает вот... Защитная бронепластина для замка. Это барьер каре. Ну, вот, если кто хочет накладной с вертушечкой, очень неплохой замочек. Советую. Тоже довольно... Замок очень довольно трудно открыть. Почему? Потому что слишком... Слишком... Вот ключ, смотрите, как стержень. Ключ довольно специфический. Открыть его тоже считается один из хороших замков. Ну, конечно, лучшим я не назову. Но, тем не менее, то, что он довольно неплохой. Если кто хочет, соответственно, купить хороший накладной замок, Вот я могу и советую такой вот. Правда, вот у него вот есть вот еще вот такая штука. Вот здесь вот вырез придется делать. Ну, вот я не знаю, правда. Ну, там есть на ютубе Дверной доктор. Там барьер каре. Вот такой вот. Такой. Можете посмотреть. Я точно не смотрел. Но замок очень хороший, я считаю. И рекомендую, что... Керберосы также накладные есть. Вот, пожалуйста. Тоже довольно хорошие. 003 серия. Т-3. Это, ну, без бронепластины. Тоже вот. Так. 309. Это девятка. Это тоже вот. С осечной сувальдой. С бронекрышкой. Девятка. Это самые такие крутые из линейки Керберос. Правда, сейчас Керберос, говорят, что не особо качественен, потому что компанию выкупил какой-то другой владелец. И поэтому сейчас у них даже, по-моему, он поставляется в пленке, а не в коробке даже. Я, правда, не знаю. Посмотрите на видео. Поэтому Керберос я рекомендую, лучше возьмите поливектор, по крайней мере. Ну, то есть эти вот. Барьер. Премьер, допустим, или там еще какие-нибудь. Вот, Барьер Коре. Потому что Керберосы что-то сейчас насчет хромает что-то, не знаю. Качество, правда, не знаю. Но, тем не менее, сейчас они даже, говорят, не ложат в коробку. Чисто в полиэтиленном пленке. Как говорится, компьютершки, ритейловские, вместо ритейловской версии, а ОЕМ-версию. То есть это в пакетике. А ритейловская – это коробочная версия. Вот так, как говорится. Так, теперь вот, допустим, когда в корзину, вот это, купить, вот в корзину берете. Потом, соответственно, оформить заказ. Соответственно, нажимаете. Потом вводите данные, да, вот в корзину вводите данные в свои. Так, потом выбираете транспорт компанию СДЭК. СДЭК. И оплата наложена платежом. Это при получении обязательно вот этот вот СДЭК. Это по России. К сожалению, для других, соответственно, регионов здесь, соответственно, нет. Потом, соответственно, в корзину, это, выбираете. Потом вам нужно выбрать пункт выдачи. Пункт выдачи в своем городе узнаете компания СДЭК. Можно по дубль-гиз посмотреть, ближайший к вам. Либо можете даже курьером. Но курьером это будет дороже, во-первых. Во-вторых, вам нужно, соответственно, будет время, когда он придет. Вам придется его ждать. Поэтому найдите пункт самовывоза компании СДЭК. И выберите наложен платежом. И все. Заказывать лучше я советую... Заветую я то, что... Где-нибудь вечером, потом где-то в выходные дни. Утром вам перезвонит менеджер. Ну, где-то примерно часов в 10-12 он перезвонит и подтверждение заказа. Ну, в общем, я могу так советовать. В общем, всем всего хорошего. Всего доброго. Ждите снова к видео. Пока. Ну, здесь лично я покупал... Тут заказывал. Поэтому я знаю, что здесь можно купить... Без предоплаты, а при получении. Только выберите правильно СДЭК и, соответственно, то, что... Это... Пункт выдачи. Да, какой. Наложен платежом СДЭК и пункт выдачи. Поэтому без предоплаты. Потому что предоплата это довольно рискованно. Сами знаете, что данные карты... Все-таки это... Неизвестно куда посылать. Это довольно рискованное дело. А вот при получении это самый раз. Вы можете, пожалуйста. И то, что этот товар пока не потеряется. Сами знаете, что... Довольно лучше получить его. Да и практически вы ничего не теряете. Вы только выигрываете. Вот я говорю СДЭК. Выбираете наложенный платеж. Оплата при получении, соответственно. И, соответственно, закажете. И через дня 3-4... Ну, может, максимум неделю. Вам придет СМС на телефон. Потом, соответственно, там будет полная сумма. Эту сумму вы, соответственно, придете в пункт выдачи, которую выберете, соответственно, в городе, где он есть. И, соответственно, можете даже для своей квартиры курьером. Но, тем не менее, я предупреждаю, что это дороже. И вам нужно будет время. Ну, в общем, у меня все. Всем всего доброго. Пока.